Всем привет! Мы находимся в магазине Desort и сегодня у нас девятый урок из серии кварц-винил. Это уроки для сотрудников магазина Desort, но я думаю, что они будут очень полезны и покупателям. Вот эта серия точно. Первые 8 уроков про что были. Ох, уже надо вспоминать. Это было про историю кварц-виниловой плитки, про разные технологии производства, про плюсы и минусы, про укладку кварц-винила. Предыдущий 7 урок, 8 урок, конечно, был про подложку для кварц-виниловой плитки. Сегодняшний урок посвящен химии и аксессуарам для кварц-виниловой плитки. Мы поговорим сегодня про клей, поговорим про химию для ежедневного ухода, для сложных случаев, для восстановления поверхности поцарапанной. Ну и еще кое о чем. Ну, начнем с клея. Я буду рассказывать о торговой марке Forbes и Орлок, потому что они представлены у нас в магазине. Но у всех производителей, в принципе, присутствующих на рынке, есть аналоги. Тут важно понимать, что за клей перед вами, на что обратить внимание. Значит, смотрите. Если мы берем клеевую плитку, то первые два случая, это обычный клей и термореактивируемые клея используются для клеевой плитки. Последний случай, фиксатор, используется для замковой плитки. Значит, важно понимать, когда вы покупаете клей, какой он и для чего он нужен. Значит, что такое обычный клей? Это вы приклеили эту плитку, и вы не можете снять ее обратно. То есть, она намертво приклеилась. Ну и чтобы ее снять, нужно плитку разрезать, стаскивать. Иногда стаскивается вместе с основанием. Но если вы это делаете надолго, то это можно делать. Значит, в чем особенность клея для виниловой плитки? Чем отличается, например, от клея для линолеума? Главная особенность, это то, что вы приклеили плитку, и она, вот прям только поставили ее на клей, и когда от клея для виниловой плитки, уже тяжело ее снять сразу. Она, это вот первичная фиксирующая способность, здесь очень высокая у таких клеев. Для чего это нужно? Поклеили первую плитку, к ней плотно надо прижать вторую. Когда вы прижимаете одну плитку к другой, у вас первая плитка не должна сдвинуться. Вот поэтому и нужны клея с высокой первоначальной фиксирующей способностью. Клей для линолеума, он не такой. Там он, наоборот, он жидким, остается достаточно долго, и можно двигать, потому что там двигать ничего не надо. Площадь большая, никуда ничего не сдвинется. Вы к целым кусковым линолеум клеите. А здесь по частям. Значит, это первый момент, на который нужно обратить внимание. Второй момент, на который стоит обратить внимание при покупке клея, это для впитывающих он оснований или для невпитывающих. Пример впитывающего основания это, ну, цементная стяжка, там, финишная стяжка, там, гипсовая, неважно. Невпитывающие основания, например, там, керамическая плитка. Вот. Клей для впитывающих оснований нельзя укладывать на невпитывающие, потому что ему некуда будет отдавать воду. На всех банках это написано. То есть вы определяете с тем, какое покрытие у вас, вы знаете, какой пол, ну, и какой клей купить. Больше, много клеев универсальных, которые подходят и для впитывающих оснований, и для невпитывающих. У нас в магазине представлен прекрасный клей Форба 599. Вот, у меня здесь есть банка. О, вот он. Это клей именно для виниловых покрытий, в том числе. Ну, он и для ковровых подходит. Вот, как раз с очень высокой первоначальной фиксирующей способностью. Значит, в принципе, полный его аналог. И делается, на самом деле, это на том же самом заводе. Это две торговые разные марки этого завода. Орлок 35. Фактически полный аналог. В чем отличие? Он тоже для впитывающих и невпитывающих оснований. Орлок, марка непрофессиональная. Там маленькие объемы есть, упаковочки. Там килограммовый, трехкилограммовый. Форба, как правило, это 10-20 килограмм банки. Большие, на большие площади. Вот. Если у вас основание впитывающее, то можно взять вполне Орлок 38. Он подешевле. Вот. То есть, ну, чтобы был универсальный, он должен быть дороже клей. Отлично подходит. Значит, следующий клей термореактивируемый. У нас в магазине только один вид представлен. Это знаменитый Форба 522. Это клей, которым работает очень много профессиональных укладчиков. Они его любят. Он универсальный. Он и для впитывающих, и для невпитывающих оснований. У него достаточно высокая первоначальная клеящая способность. Поэтому, но меньше, чем у Форба 599. Но главная его фишка, что он термореактивируемый. Что это такое? Вы нанесли клей. Я уже раньше об этом рассказывал в предыдущих уроках. Но сейчас повторюсь, что здесь уже про клей говорим. Нанесли клей на пол, положили виниловую плитку. Она все, встала намертво. Высохло все, прошло какое-то время. Вы пытаетесь ее снять, ничего у вас не получается. Но все-таки снять у вас желание есть. Вы берете строительный фен, нагреваете плитку виниловую. Клей под плиткой от температуры тоже нагревается. И реактивируется, становится полужидким. Вы спокойно снимаете эту плиточку. Очень удобно для ремонта. Он подходит и для впитывающих, и для не впитывающих оснований. Значит, Орлок 39 и Форбе 541. В принципе, одинаковые клеи. Опять то же самое Орлок 39. Маленькие баночки есть, Форбе только большие банки. Это клей-фиксатор. Вот на такой клей укладывается замковая плитка. Я рассказывал в предыдущих уроках, когда это делалось. Сейчас еще немножко повторюсь. Например, у вас большая площадь, где нельзя укладывать замковый винил без порогов. На подложку плавающим способом. А вы его на фиксатор посадили, и все, никаких проблем нет. Что такое фиксатор? А, ну давайте, второй случай, он очень распространенный. У вас квартира, в принципе, можно положить без порогов площади, не очень большие. Но в одной комнате у вас есть теплый пол, а в других комнатах нет. Например, на кухне есть теплый пол. Или даже внутри одного помещения у вас студия. Там половина студии с теплым полом, половина студии без теплого пола. Если положить на подложку замковый винил, то высока вероятность, что у вас одна часть нагреется, вторая нет, там встанет домиком. Вот фиксатор, это красклей, который не позволяет встать домиком, или там, ну, чтобы щелям появиться и так далее. Замковому винилу на больших площадях или при больших перепадах температур. То есть вы его нанесли, это как липучка. Приклеили винилую плитку, всегда ее можно снять обратно. Замковый винил можно разобрать. Вот, пол помыть и все нормально, все отлично. Вот. Прекрасный клей. Но вот такой клей нельзя использовать. Ну, не то, что нельзя, запрещено производителем, но используют. С клеевой плиткой, почему? Потому что все-таки клеющая способность не такая высокая. И там, тащите мебель и что-то еще, вы плитки можете подвинуть одна относительно другая. Клеевую, замковую не сдвинется никогда, там у вас огромные площади. Укладывают, в принципе, на фиксаторы клеевую плитку, там на небольших площадях, если понимаете, что нету больших сдвигающих нагрузок и все нормально. Но производителям это не предусмотрено. Про клей поговорили. Значит, давайте про уход и ремонт. Значит, так. Форба 888. Классная вещь, есть про нее отдельное видео. Про клей, кстати, тоже есть отдельное видео на сайте, про многие. И на ютубе, на канале. 888-й Еврокол Форба. Средство для ежедневной уборки. Концентрат, это все замечательно. В чем фишка для виниловых покрытий? Если мы берем винил, он, там есть защитный слой, сверху закрыт полиуретаном. Со временем полиуретан стирается. Вот это не полиуретановая штука. Это штука на основе воска. Но она тоже может нести, заменять немного функцию полиуретана. В чем? Появляются поры. Вот воск, полиуретан стерся, появляются поры. Вот этот воск, он эти поры закрывает. И у вас покрытие медленнее пачкается. Это первая его фишка, ну именно для виниловых покрытий. Ну, вторая фишка, он там без разводов. Он на основе воска, pH нейтральный фактор. Можно, то есть, не бояться, что раздражение на руках будет. Женщины очень любят это средство. Если начинают пользоваться, они от него в восторге. Следующее средство. Это уже не для регулярного ухода. Это форма 891. Вот они тоже есть в маленьких баночках, есть в больших. Для чего это? Вот он, форма 891. Это для уборки тяжелых загрязнений. Что такое тяжелое загрязнение? Сразу после ремонта у вас там осталась пыль цементная, какие-то остаточки клея и так далее. С виниловой плитки, с керамической плитки прекрасно убирается все. Или сильные загрязнения какие? Вы уже, наоборот, долго эксплуатируете виниловое покрытие. Въелась в него грязь. Прекрасно все размывает. Это тоже концентрат. Это уже не на основе воска. Это такая серьезная химия. Там, конечно, в перчатках надо работать. Но прекрасно вымывает старую въевшуюся грязь. То есть не только с виниловых покрытий. Следующее средство у нас Форг 898. Чудо-средство. Такая баночка. Тоже есть в больших упаковках. Что это такое? Когда используется? Это уже средство для, скажем так, либо защиты, либо для ремонта виниловых покрытий. Что такое для защиты? Вы, например, положили виниловое покрытие. Оно царапается. Имеет оно такое свойство. Какие-то больше, какие-то меньше. Рассказывал, от чего это зависит в предыдущих видео. Вы хотите продлить его срок эксплуатации. Прям с самого начала. Например, в офисе. Поставили темный пол, который видно царапины. Покрыли этой мастикой в два слоя. Это как будто дополнительный защитный слой. На заводе, в принципе, очень похоже используются лаки. Они, конечно, по-другому. Они с ультрафиолетовым отверждением. Но смысл похож. То есть, это дополнительный защитный слой. То есть, вы сначала износите и процарапаете его. А потом начнете уже зарапать виниловую плитку. Наносится в два слоя. Это уже серьезная химия. Работают в масках, в респираторах. Наносят либо специальной машинкой с мопом. Ну, это такой круг. Либо можно наносить обычной тряпкой. Но без ворсовой, от которой такие ниточки не остаются. Что важно, нужно наносить на всю площадь. Потому что то место, которое нанесли, меняет свою матовость. Есть в двух видах. Матовая и глянцевая. Важно не перепутать. Значит, это первое применение. Защита заранее. Второе применение. То есть, это, вот вы, например, у вас до квартира. В каком-то месте выходите чаще, в каком-то реже. И у вас появляется, как бы, со временем меняется матовость. Уровень блеска. То есть, начинают быть видны дорожки. Какие-то. Вот. Вот, там, прошло, там, 10 лет эксплуатации. Появилась эта дорожка. Берете это средство. Наносите по всей квартире. И у вас одинаковый уровень матовости. Маскируют мелкие царапины, потертости. И так далее, и тому подобное. Вот. Ну, если, то есть, уже все это эксплуатируется. То есть, в условиях проходимого офиса, раз в 3-4 месяца. Обычно эту штуку наносят. В квартире, если вы нанесли ее заранее, там, ну, я думаю, пару лет, чаще наносить не надо. Ну, на самом деле, уже когда вам не нравится, как выглядит ваше покрытие, можно попробовать сделать реновацию с помощью этого средства. Значит, следующая химия. У меня, к сожалению, нет образца. В России пока на складах мало лежит, поэтому пользуются редко. Заказываем из Бельгии под заказ для укладчиков. Вот этот джойнт-силант, это затирка для швов виниловой плитки. Для чего используется? На самом деле, у нее два способа применения. Значит, укладываются какие-то большие площади, и бывает какие-то сложные примыкания на полу, или плитка там не идеально ложится, колеевая, какая-то щель, микрощель остается. Берется эта затирка, она в четырех банках, четырех цветов стандартных базовых. Можно смешать между собой, получить нужный вам оттенок, и этот шовчик затирается, и не будет видно вот этого такого дефекта. То есть, этим пользуются как бы укладчики. Ну, или у вас там были горе-укладчики, вы сами можете это сделать. После нормальных укладчиков швов на полу оставаться при обычной виниловой плитке не должно. Ну, если площадь разумной. Значит, и второй способ, вот тут как раз действительно это нужно. Это не укладка на пол, а когда виниловая плитка укладывается на стены. Вот есть там сложные случаи примыкания. То есть, углы какие-то, криволинейные поверхности, там идеально, к сожалению, не всегда удается подрезать виниловую плитку. И вот это используется как затирка. Супер вещь. Вот, водостойкая. Ну, в принципе, больше про нее особо рассказать нечего. Ну, чаще нужна укладчикам, чем обычным покупателям. Значит, еще есть такая штука, Moduleo Strips. Вот она. Вот. Видите такие полосочки разных цветов. Что это такое? Это нарезанная виниловая плитка тонкими полосками. Это какие-то цветные штуки. Когда используется? Ну, тут видно на картинке. А можно взять и разделить плитку между собой. Сделать как затирку, например, на... Как будто керамическая плитка у вас с затирками со швами. Или швы между деревянными плашечками часто используют, когда укладка елкой. Смотрится классно. То есть, это маленькие вставочки, которые также клеятся к полу. Вот. Работа сильная становится дороже. Но зато получается очень-очень красиво. Если вы досмотрели до этого места, значит, видео вам было полезно. Пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на наш канал. Смотрите предыдущие серии. Может быть, уже вышли следующие. Их будет около 20 серий про кварц-винил. Приходите к нам в магазин, делайте покупки. Всем пока! Пока! Продолжение следует...